добрый вечер всем сегодня у нас состоится второе занятие по программированию станков чипу и тема занятия у нас будет в принципе по плану материалах курсах можно это увидеть первое что еще будут присоединяться поэтому так сначала немножко повторения первое что нам необходимо рассмотреть это распределение подготовительных кодов по группам что коды делятся на группы какие-то коды будут являться модальными те коды которые являются не модальными либо ваншот кодами одноразовыми кодами которые выполняются в рамках одной кадра одного кадра они переносят свою функцию свою деятельность следующий кадр такие коды мы должны постоянно переписывать они входят в группу номер 0 не являются модальными окей также немножко про уровни безопасности начнем с теории это займет немного минут а потом перейдем к такой главной под теме связанная с плоскостями обработки использования уже методов перемещения интерполяции что входит в группу номер один давайте начнем итак коды джем подготовительные они делятся на группы основные группы это первая группа подготовительных кодов которые необходимы для перемещения то есть мы можем выполнять перемещение ускоренные когда не задается конкретная подача либо скорость резания скорость движения такая подача является параметрической то есть она задана уже в аппаратных параметрах станка и это достаточно быстро перемещение на занятиях по диагностике мы рассматриваем где именно это записывается и о какой подачи идет речь линейная интерполяция используется для того чтобы производить перемещение действия перемещение в данном случае резания уже внутри материала коды g0203 это перемещение круговой интерполяции по часовой против часовой стрелки то есть если нам необходимо сделать вот такую обработку то она будет состоять из линий и из определенных дуг например линия дуга линия дуга дуга линия соответственно в управляющей программе мы увидим такие коды как g01 где нужно выполнять линия линейную интерполяцию либо g02 g03 отличается g02 g03 тем что первый код производит перемещение по часовой стрелке а g03 если нам необходимо перемещаться против часовой стрелки то такое программирование будет g03 сегодня нам необходимо обязательно ну хотя бы начать эту тему возможно и закончить и посмотрим все ли будет понятно если что просто оставим это на самостоятельное обучение окей и g20 это ускоренное перемещение как было сказано единственный нюанс что где она может использоваться то есть она используется для того чтобы подойти к материалу для того чтобы подойти к заготовке на уровне с-поинт сейчас рассмотрим такие safety безопасные уровни для того чтобы выйти из заготовки либо перейти к какой-то следующей операции либо заготовки окей данные слайды которые здесь есть вы почитаете ознакомитесь после занятия чтобы не тратить на это время мы перейдем просто больше к практике единственное что нужно давайте посмотрим вот сюда здесь нарисовано следующая никак слайд мы не заменим но окей и так safety distance безопасные расстояния либо уровни когда производится перемещение то есть данном случае подход к детали режущим инструментом например вот есть инструмент то инструмент этот проходит определенные уровни данном случае в разных поверхностях если дорисовать вот здесь двери с левой с правой стороны представим что мы их открываем перед нами как раз план будет xz то есть это будет поверхность это будет грани передняя относительно передней нашей грани поверхности можно нарисовать в плоскости xz такие две точки и две линии на которых они находятся если нам необходимо подойти к вот этой точке для последующей обработки например сверления либо физирование гравировка какое-то любое действие нам необходимо чтобы инструмент сначала перешел до этого уровня до этой точки которая находится на этом уровне самый главный тут нюанс такой чтобы этот уровень был выше всех возможных каких-то контроля измерительных приборов осей препятствий каких-то которые могут помешать и быть по дороге к этой точке то есть если здесь есть что-то находится еще то есть что-то установлено на стол станка то необходимо еще выше поднять этот уровень при этом этот уровень он не программируется как-то не является с постоянным значением да потому что это может быть может не быть то есть по умолчанию по сути у нас нет никаких не тисков никаких осей то есть у нас такой с поинт он равен нулю после того как мы установили предположим даже если тут нет никаких дополнительных приспособлений то вот эти крепления которая физически далее мы механически крепят нашу заготовку сток к sinc table то есть к столу уже можно сказать что это является препятствием если инструмент находился здесь а ему нужно перейти вот в эту точку то перемещаясь в эту точку он просто заденет по дороге вот это эту сторону фикчер крепления ну и соответственно возникнет коллюжен то есть авария какая-то столкновение для того чтобы это избежать нам необходимо чтобы выше всех препятствий был какой-то безопасный уровень и мы назначаем этот уровень например 5 либо 10 миллиметров выше какой-то самый верхней самой верхней грани либо поверхности этого препятствия на то есть она может быть ось поворотная по и либо по x либо что-то другое то есть крепление какой-то другой заготовки контрольно-измерительный прибор теперь они шау для определения высоты не обязательно должен быть таким высоким но любом случае нам необходимо выбрать и удостовериться что это самый верхний уровень возможны то есть выше этого инструменты могут свободно перемещаться в по всем осям вот самый главный момент что если мы представим что вот этот уровень именно эта точка которая находится над местом ввода входа в материал находится выше всего да то значит что шпиндель с инструментом может перемещаться свободно влево вправо вверх вниз вперед назад но не ниже чем эта точка получается что из любой позиции например позиция номер один позиция номер два либо позиция номер три где находится инструмент шпинделем для того чтобы это режущая кромка инструмента начала обработку здесь нам необходимо сначала привести и вот в эту точку то есть эта точка может быть строго над . входа опорной например . 1 и здесь будет какая-то там обработка детали вот деталь наша и будет обработка но вот эта начальная точка куда нужно попасть над ней фактически у нас будет . с левел любая спойнт расшифруем ее как сейф ты левел либо сейф ты поинт слова безопасный безопасность вот и переходить в эту точку можно с любого уровня ускорено дальше мы выбираем еще одну точку называется на арпойнт она находится до на уровне аруэлл называется рэпид левел либо рэпид поинт и опять же от слова рэпид уже ясно что перемещение в такую точку должно быть ускорено здесь указан код g20 и здесь g20 то есть продолжая дальше обработку и подход к этому материалу мы не включаем подачу то есть интерполяцию для того чтобы с уже заданной скорости обработки производить вход то есть врезание материал мы можем сэкономить определенное количество времени на эти этом ходе то есть для того чтобы подойти ближе к материалу например эта точка арпойнт может быть еще ниже она обычно выбирается над поверхностью либо материала либо крепление если крепление выше чем уровень материала предположим вот здесь будет находиться арпойнт а здесь будет находиться шпиндель с инструментом то есть нам нужно запрограммировать так сначала инструмент перейдет в эту точку но не сам до со шпинделем вместе он и идет вот так на перемещается дальше он перемещается вниз до этой точки обратить внимание что происходит перемещение тоже ускорено но только по оси z потому что по x и находятся какие-то приспособления препятствия которых он может коснуться после после этих не должно быть то есть они могут быть но тогда мы неправильно входим тогда необходимо входить например сбоку если существует какая-то операция боковая и после того как мы подошли в эту точку уже происходит врезание врезание резания и выход выход осуществляется до уровня либо арпойнт если нам нужно повторно зайти в материал и обработать его в другой позиции либо другой операции либо если у нас идет смена инструмента либо смена детали либо конец обработки то есть из одной операции которая состоит то тогда мы поднимаемся до уровня с поем то есть до конечной точки и выходим из нее сможет быть выход варпойнт в спойнт это неважно окей безопасное расстояние в процессе программирования ручного диалогового макро либо использование постпроцессинга и камп систем вы естественно увидите что любая программа будет иметь вот эти уровни перемещения то есть от перемещения будет указан с поинт арпойнт поверхность материала и финальная глубина то есть четыре основные позиции плоскости xz по которым перемещается инструмент понятно в теории немного для того чтобы производить уже перемещение внутри материала то есть непосредственно обработку мы можем использовать разные методы и разные функционал который дает нам станок стандартно используется группа номер один которая включает себе те коды которые немножко ранее были это коды g00 g01 g02 и g03 ускорено понятно перемещи перемещаемся ускорено в спойнт потом до арпойнт врезаемся в материал режем материал и выходим до спойнт например на случай g20 понятно как работает он просто перемещается синтаксис то есть написание конкретно такого перемещения такой языка как как было в предыдущем примере на прошлом занятии то есть просто g20 с поинт арпойнт находится постпроцессор ну нет арпойнт с поинт находится в управляющей программе то есть как те заданные поверхности и виртуальные линии по которым должен перемещаться в плоскости xz инструмент что касается постпроцессинга то есть если используется камп-системы то в камп-системе нет таких параметров которые нам скомпилируют либо выдадут эти с поинт арпойнт с поинт арпойнт задается программистом при создании управляющих программ то есть постпроцессор ничего не делает он просто выводит это в нужном месте то есть если например открыть программу мы используем используем шарпкам самом начале потому что это гибридная система на икат и кам ну и для того что для первичного такого ознакомления что на 2d принципе 2.5d и можно создать такую операцию посмотреть как раз вот эти уровни безопасности как было бы написано в такой программе например мне нужно обработать по контуру я выбираю инструмент дальше создаю операцию и вот смотрим речь идет как раз о позициях по z с поинт это селл зона поинт это рабочее перемещение то есть от арпойнт начинается перемещение а между с поинт арпойнт перемещение только идет по z в g20 а ускоренное перемещение тут написано следующее initial rapid то есть мы должны указать для операции то есть у нас есть вот такая заготовка мы должны вот сюда например войти и обработать и вырезать то что нарисовано по вот этим опорным точкам то в данном случае в такой операции нам необходимо указать на какой высоте от этой точки необходимо остановиться на подходить то есть вот эта высота по оси ну вот так как бы да вот эта высота по оси z может быть например 50 миллиметров то есть 50 миллиметров выше уровня заготовки fit from и это соответствует с поинт то есть и не шарой пит это с с поинт на у тут называется не с поинт к сожалению нет такого стандартно общего в котором бы заключалась вот эти там 5 10 каких-то терминов стандартных на и они были бы подходили бы ко всем системам то есть нет это все то же самое то есть с поинт арпойнт вершина материала глубина резания но будет постоянно по-разному называться и не шарапит то есть как раз уровень ускоренного перемещения такой инициализации начальной это есть с поинт дальше идет fit from то есть дословно можно перевести как fit подача from от то есть от чего начинается подача если посмотреть вот сюда то подача начинается от чего от точки арпойнт начинается уже врезание подача тогда работает код g01 и используется fit подача как это именно пишется в программе кто не знает это буквально через 10 минут мы с этого начнем здесь же указывается fit from да а я говорю на это арпойнт ну производитель тоже говорит на это арпойнт например в циклах сверления вот а производитель этой программы говорит что это fit from то есть он и так на так называет то есть есть такая проблемка но с другой стороны это все одно и то же просто нужно правильно перевести терминологию порткам тоже не видел ну окей то есть например если взять если взять множество программ открыто мастеркам там будет тоже по-другому написано совсем там будет клиренс например левел уровень клиренса это тоже самое как раз вот этот начальный подход материал софис поверхность материала а в альфа кам будет топ материал мастеркам по моему тоже вершина поверхности финиш депс финишная глубина ну как раз если нарисовать это в разрезе и вопрос то вид спереди то можно сказать так что шпиндель проходит сначала опускается тут до уровня s-point называйте его не шарапит либо первый уровень безопасности это тот уровень выше которого инструмент может свободно перемещаться ускоренно в по x по y и по z далее это что-то просто нарисовал что было понятно что ниже нельзя перемещаться то есть инструмент не мог находиться здесь и подойти вот сюда куда ему нужно из-за того что по дороге он может задеть на то есть путь может пересекаться с каким-то препятствием дальше происходит перемещение к следующему уровню то есть к этой заготовки мне необходимо подойти на каком-то безопасном расстоянии уже минимальном назовем это арт-поинт с point это 1 безопасно арт-поинт рабочий подъем для переезда ну можно так сказать единственное что что в арт-поинт мы можем переезжать если у нас есть еще какая-то операция а если у нас всего одна операция том из с поинта перемещаемся в арт-поинт потом сразу же выходим в с поинт правильно что арт-поинт нам как бы уже не нужен что было и сказано в самом начале написано в слайдах что арт-поинт мы используем для того чтобы перемещаться между операциями либо между заготовками а с поинт мы используем для того чтобы подойти до уровня с поинт опуститься до уровня арт-поинт либо выйти из материала опять в уровень с поинт теперь смотрите получается что с поинт арт-поинт то же самое то есть нужно вниз переместиться но при этом в с поинт мы можем перемещаться еще и сбоку да то есть не обязательно инструмент шпинделю уже должен стоять ровно над заготовкой в чем смысл арт-поинта почему не включить подачу сразу есть на подачи уже не врезаться в материал например с высоты 50 миллиметров в чем самый главный смысл время теряем верно ведь например перемещение 25 миллиметров в минуту да то есть минимально какой то получается за одну минуту мы перемещаемся на 25 миллиметров если у нас 50 миллиметров но не может быть такое с поинт но это просто пример значит у нас 50 миллиметров значит мы только две минуты будем опускаться вниз очень маленькая подача то есть подача металлообработки но она реально и если у нас такой высокий с поинт мы просто две минуты теряем непонятно для чего поэтому естественно используется арт-поинт арт-поинт перемещается к точке входа не врезаясь в материал да перемещаясь на когда минимальное расстояние от него после чего уже происходит врезание и врезание со скоростью 25 миллиметров может начинаться от например трех миллиметров либо от пяти миллиметров а это уже очень мало и естественно что мы экономим минуты времени а минута экономим которые вы сэкономили в программе это дни которые вы сэкономили в году а это очень много денег для предприятия понятно мы к этому придем еще на практике поэтому давайте идем дальше немного получается что если g200 используется для испорт для арт-поинта g01 используется для того чтобы перемещаться то это все очень хорошо но какие-то очень примитивные программы у нас будут выходить потому что g200 перемещается же либо влево вправо вперед назад то есть либо по диагонали линейно либо ровно ортогонально так сказать одну секунду получается g01 будет использоваться точно для таких же целей то есть это тоже будет перемещение линейное но для g01 будет указываться еще f будет указываться уже конкретно подача с какой скоростью будет движение происходить а g200 подачи не указывается да то есть говорится что о том что g200 это аппаратный параметр то есть он использует подачу которую запрограммировал станок в станке например техник там reseller дистрибьютор производитель у нас есть доступ к смене этого но мы не меняем параметр постоянно а подачу мы меняем постоянно потому что она зависит от скорости резания материала типа инструмента типа материала и еще большого количества разных нюансов поэтому для того чтобы производить более сложные движения нам необходимо первое перемещаться не только блоскости x и mieszачки перемещаться еще и в плоскости и закзает наоборот из этой реки за они только в плоскости access а также перемещаться не только линейно а также по кругу либо полностью либо неполностью то есть происходить производиться должна быть арк дуга перемещение по дуге если мы можем перемещаться по дуге и по линии то мы можем создать любой сплайн то есть любой абсолютно объект при этом такое перемещение для детали может быть и в одном плане и в третьем плане то есть во всех планах возможных и любое абсолют любая абсолютно обработка будет у нас состоять из линий и дуг что касается таких таких например типов типов моделирования примитивов как норбс поверхности в которых работает программа объектная например blender 3d max zbrush и другие то они тоже в результате как бы отформатируют все в программе в постпроцессоре мы увидим либо в управляющей программе после постпроцессора мы все равно увидим коды g01 g2 g3 все равно все придет к тому что мы будем работать в обработке линии дуги дуг но представлять мы это можно в виде сплайнов поле линии норбс поверхности либо простых примитивов то есть линии дуга давайте перейдем к практике то есть как это все записывается например более полная программа будет выглядеть так сначала указывается план сначала указывается код имени программы это о о это имя файла дальше идет номер файла например 1 потом так называемая строка безопасности в строке безопасности вводится информация которая самой отвечает за себя строка безопасности safety line то есть она должна обезопасить оператора чпу от каких-то алармов каких-то ошибок либо проблем с перемещением либо вообще с обработкой например в такой строке безопасности нам необходимо определить что именно в плане g17 мы работаем изначально что мы используем именно рабочую систему координат номер один для этого используется код g54 а также используется абсолютное программирование это g90 пока обойдемся этими кадрами этими точнее точнее этими g кодами подготовительными кодами которые мы уже рассмотрели вчера дальше указывается как раз вот это перемещение по трем основных пунктам сделаем просто обработку 100 на 100 миллиметров 50 на 100 миллиметров чтобы немножко были координаты другие то есть просто пока прямоугольник 50 на 100 миллиметров а потом мы его будем округлять вот здесь а потом будем делать это в разных в разных планах и запишем получается чтобы перейти вот в эту точку начальную сначала я запишу перемещение к ней но на какой-то высоте самой первой до с поинта то есть я перемещусь в g2 0 с коина к координате предположим что у меня уже инструментом стоит либо вращается либо у меня какой-то мини чипу которым не надо указывать на инструмента чтобы пока не вводить новые данные которые еще неизвестны и так g2 0 x 0 y 0 указывается значение с точкой обязательно точка отделяет целую часть от дробной в некоторых станках при отсутствии точки точка будет становиться устанавливается станком перед значением 0 то есть если мы напишем 230 то мы предполагаем что это 230 целых и 0 0 0 0 тысячных а станок предполагает что это x точка 230 а это x 0 целых двести тридцать тысячных в результате это совсем не в том направлении происходит перемещение точнее в том направлении но не на ту длину поэтому привыкаем ставить точки даже там где возможно они не нужны для станка g2 0 x 0 и g0 за 20 предположим это уровень с поинт потом по аналогии мы перемещаемся как в той программе на z10 это уровень арпоинт потом переключаемся в линейную интерполяцию такой g01 и уже опускаемся внутрь материала например на минус один миллиметр и указываем подачу подача 25 миллиметров минут в данном случае g2 0 а мы f не указываем потому что он использует подачу из параметров станка а g01 обязательно указывает подачу f25 например пусть будет f250 то есть 250 миллиметров минут многие коды здесь не указаны но они являются модальными то есть они работают и являются модальными в своей группе например я указываю что 250 точка подача и говорю вам миллиметр и минуту но куда система чипу знает что это миллиметр и минуту есть разные размерности измерения данном случае код g94 сообщает системе чипу что обработка будет именно в миллиметрах а не в дюймах то есть получается что может быть g20 g95 оборот в минуты и в дюймы и может быть g21 g94 например работа в миллиметрах и в миллиметрах минуту но данные коды являются модальными своей группе и они являются активными главными по умолчанию то есть код g21 входит в группу номер 6 при включении станка он главный в группе номер 6 g94 группе номер 5 g90 в группе номер 3 g54 группе 14 g17 группе 2 g00 это код модальной группе номер 1 то есть если мы их вообще не напишем и просто включим систему чипу то все равно будет обработка плоскости x и в абсолютной системе программирования в миллиметрах единица изменения миллиметра минуту относительно первой рабочей системы координат и ускорено даже если мы не напишем код g2 но так нельзя работать строка безопасности как раз и нужна нам для того чтобы эту программу могли запустить в любое время если в конце программы будет какое-то изменение например мы перейдем в инкрементную форму и опять запустим эту программу и этого кода не будет значит все эти координаты будут перемещаться в инкрементной форме а вы знаете уже даже с предыдущего занятия что если мы просто возьмем от фонаря 90 91 поменяем то все изменится в абсолютном другую сторону будет происходить перемещение потому что код g90 это указание значений координат относительно нулевой точки мнения и и и и и и и